И те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал, верили. Распахни окно победе в каждом доме. Песни военных лет сегодня звучат в разных микрорайонах города. 9 мая гидбригады выступают с фронтовыми концертами в самых больших дворах, чтобы зрителями могли стать как можно больше волокжан, находящихся дома на самоизоляции. Про тебя мне шептали кусты, в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Первые концерты состоялись на Старом шоссе. Перед волокжанами выступили вологодская певица Любовь Зверева и музыкант Василий Фартушинский. В их исполнении прозвучали такие песни, как «Туча в голубом», «Синий платочек», «От героев был их времен», «Смуглянка», «Катюша» и, конечно, «День Победы». Волокжане подпевали со своих балконов. Несколько человек вышли во двор с фотографиями своих родственников. Вся наша семья каждый год идет в бессмертном балконе. Мы были даже очень расстроены, но когда узнали о том, что сегодня будет такая гидбригада, мы с таким воодушевлением, ну, мне кажется, мы ночь не спали и думали о том, что все равно выйдем с портретами, все равно этот праздник состоится самый светлый, самый хороший, самый радостный. Света, яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег «Катюша», на высокий берег, на крутой. Приехала с дачи тоже, смотрю объявление на подъезде, что концерт будет, будут певцы. Конечно, это очень патриотично, я настолько вдохновилась этим. Я сегодня специально на дачу не поехала, стояла, шнала на балконе. Еще два выступления состоялись в Заречье. Каждый концерт длился около получаса. Артисты выступают вживую, но никакой усталости даже после четырех концертов подряд они не чувствуют. Вот то, что мы сегодня делаем, мы ездим вот с такой фронтовой маленькой бригадой и прямо во дворе выступаем, конечно, это впервые, это в историю впервые, и войдет, наверное, в историю. Они особенные, эти песни, потому что они создавались не просто на фоне, они создавались вот в пекле этой войны. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Очень добрый человек был. Я помню, как он нас всегда с братом на коленке качал. Своих детей, к сожалению, у моего дяди не было. Поэтому мы к нему относились просто как к своему родному отцу. Также для Волокжан 9 мая спели солистка оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» Марина Зайцева и солист концертного оркестра духовых инструментов Виктор Кузнецов. Они выступали с концертами в завокзальном микрорайоне и Бывалова. Где мы с тобой танцуем, ВАКС! Это вообще главный праздник для всех нас. И в непростых условиях самоизоляции нам очень хотелось доставить радость прежде всего нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. И для нас большая честь находиться сегодня здесь, во дворах нашего города и петь для наших горожан. День Победы! День Победы! День Победы! Во второй половине дня музыканты отправятся по другим микрорайонам. Вечером в 19 часов состоится минута молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне. После этого в Вологде стартует региональная акция «Бессмертный полк онлайн». В Вологжане выйдут на балконы с портретами своих родственников, участников войны и вместе исполнят песню «День Победы». Полина Солота, Михаил Протасов, Вологда РФ